МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это страховочный усть. Он обычно используется на параллельных перилах или на бревне. Его вешают на веревку. Солнечный осенний день собрал в парке Толстого любители непростых походов. Здесь провели ежегодное первенство химок по спортивному туризму. Основная задача при прохождении соревновательных дистанций – преодоление естественных препятствий на время. Соревнования от 8 лет и до бесконечности. У нас участвуют и родители спортсменов, и сами тренеры бегают. Поэтому это вид спорта для всех возрастов. Есть у нас два класса дистанции. Для малышей попроще, для взрослых посложнее. От километра до двух. Полусу препятствий преодолели не только химчане. За право считаться самыми смелыми, ловкими, выносливыми и сильными поборолись спортсмены из Москвы и городского округа Истра. Организаторы первенства разработали маршруты с учетом возрастных особенностей и уровня физической подготовки участников. В этих соревнованиях особые правила. Чтобы начать проходить дистанцию или отметиться на промежуточном этапе трассы, нужно приложить к этому устройству специальный чип. Перед участниками стоят непростые задачи. Одолеть навесную переправу, удержаться на параллельных перилах, не упасть в искусственную пропасть, выполнить спуск и подняться в гору. Это упражнение называется «маятник». Чтобы его выполнить правильно, есть несколько вариантов. Один из них – так называемая педаль под ногу. Самое главное – поднять ногу повыше и удержать веревку. Оп, и все. Иван Тарасов финишировал одним из первых. После усиленной нагрузки самое время отдохнуть на привале и обсудить с товарищами спортивные успехи. Я скажу, что это не очень сложно, потому что о том, что нужно делать, можно догадаться интуитивно, просто видя, что тебя впереди ждет. То есть, если видишь маркировку, бежишь по ней, пока не дойдешь до этапа. А на этапе пользуешься своими знаниями с тренировок. Туризм – это по любви, уверяет Альфия Денисова. Спортивным ориентированием она увлеклась в юном возрасте. Детский интерес перерос в профессию и смысл жизни. Сегодня Альфия тренирует юных спортсменов. Самый лучший вид спорта, который пропагандирует здоровый образ жизни. В любую погоду, в ненастье, в снег, в дождь, на улице, всегда на улице соревнования. Ну, как бы, школа выживания. Соревнования по самому лучшему виду спорта, как именуют эти состязания, его приверженцы, длились в парке Толстого несколько часов. В соревнованиях приняли участие более 300 человек самых разных возрастов. Лучшие результаты предсказуемо показали воспитанники спортшкол округа. Юлиана Мазырина, Вильфрид Зимковский. Новости Химки-ТВ.